Седьмой международный кинофестиваль «Зеркало» пройдет в регионе с 11 по 16 июня. На пресс-конференции журналистам рассказали, что лейтмотивом всего мероприятия в этом году станет тема возвращения. А под этим в первую очередь стоит понимать возвращение архива великого режиссера Андрея Тарковского на родину. Сразу на двух выставках будут представлены уникальные документы. Первая экспозиция открыта в областном центре, в областном художественном музее. И здесь внутренний сюжет экспозиции будет завязан на истории написания книги «Запечатленное время». Очень много будет выставлено фото, материалов, разнообразных рукописей. И в Юрьевсе на родине Андрея Арсеньевича тоже будет специальная выставка. Центрами кинофестиваля станет Иваново плюс Юрьевец. Открытие пройдет в Плесе, а вот завершится церемония в музыкальном театре областного центра. Что касается гостей «Зеркало», то звезд современных мыльных опер ждать не стоит. Все и все в контексте творчества Андрея Тарковского. Уже решено, что в память об Алексее Балабанове на дебаркадере в Плесе покажут последний фильм режиссера. Также организаторы определились со специальным призом. «В этом году будет присужден Алексею Юрьевичу Герману посмертно. Приз приедет получать Светлана Кармолита и его сын Алексей Герман-младший». Бюджет кинофестиваля каждый год примерно одинаков – 35 миллионов рублей в среднем. Из казны Ивановской области на «Зеркало» выделяют порядка 5 миллионов рублей. 6 миллионов рублей – деньги Министерства культуры. Остальное – спонсорская поддержка. Призовой фонд – также средства спонсоров и меценатов. «У нас увеличился призовой фонд. В этом году мы беспрецедентно вошли в такую новую историю. У нас будет призовой фонд 100 тысяч долларов, соответственно, 50 тысяч будет Гран-при и по 25 будут два приза. Соответственно, за режиссуру и за достижение». В конкурсной программе фестиваля 10 фильмов. Кинокритики уже отметили сильный режиссерский состав. На показах будут присутствовать и режиссеры, и актеры. Премьеры можно будет увидеть в Плесе и в Ивановском кинотеатре «Искра». Грех, имея этих всех людей у нас здесь, самые актуальные люди этого года в кинематографе, не пользоваться этим, не задавать вопросы, не вступать в дискуссии. И еще один уникальный шанс для всех жителей области. Любители поэзии смогут побывать на творческом вечере молодой поэтессы Веры Полосковой. Она приедет в Плес 13 июня. Елена Белова, Олег Милюхин, РТВ Иванова.